Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Бакаджан Сагентаев указом главы государства назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан. От должности государственного секретаря он освобожден. На эту должность назначен Марат Тажин. Ранее он работал первым заместителем руководителя администрации президента. Мурат Нуртлеов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Финляндской республике и в Эстонской по совместительству. Он стал помощником президента. Бывший руководитель администрации президента Осет Исекешев переходит на другую работу. От занимаемой должности он также освобожден. Президент Казахстана Касым Жумар Токаев сегодня встретился с председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Олег Шпикбаев проинформировал главу государства на текущей деятельности ведомства по борьбе с коррупционными проявлениями в госорганах и в ходе реформирования системы оплаты труда государственных служащих. По итогам встречи Касым Жумар Токаев дал ряд конкретных поручений. О ходе модернизации судебной системы и исполнении задач в рамках реализации плана нации 100 конкретных шагов доложил президенту председатель Верховного Суда Жаке Пасанов. Глава государства поручил продолжить эту работу, а также обеспечить эффективную реализацию мер, направленных на повышение доверия населения к судебной власти. И еще одна встреча прошла сегодня в Аккорде с председателем правления акционерного общества Самрук Казына. Ахмеджан Есимов представил президенту Казахстана отчет об итогах деятельности общества за два месяца текущего года и информацию о планах в рамках реализации стратегии развития фонда. Кроме того, глава государства был проинформирован о процессе вывода компании акционерного общества на IPO и приватизации активов фонда. В завершении Касым Жумар Токаев дал ряд конкретных поручений. В адрес Нурсултана Назарбаева поступают телеграммы и письма от действующих и бывших глав государства, а также руководителей международных организаций по случаю сложения им полномочий президента Республики Казахстан. Си Цзиньпинь, председатель Китайской Народной Республики, в своем письме отмечает историческую роль первого президента в установлении всестороннего китайско-казахстанского стратегического партнерства. Цитата. Высоко ценят вклад первого президента в установление и развитие прочных двусторонних отношений и в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Король Бельгии Филипп, отмечая исторические заслуги Нурсултана Назарбаева, высказал в адрес лидера нации и Республики Казахстан свои теплые пожелания. Цитата. Я всегда ценил содержательность наших встреч, в ходе которых я лично видел вашу приверженность всестороннему развитию Казахстана. Я надеюсь, что дружба, сложившаяся между нашими странами во время вашего президентства, будет и дальше укрепляться, говорится в Телеграме. Сообщается, что первый президент Республики Казахстан внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания. Со всего мира продолжают поступать телеграммы и поздравления в адрес Касым Жумар Токаева в связи со вступлением в должность президента Республики Казахстан. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, высоко оценивая совместную работу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым Жумартом Токаевым. Цитата. Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном. Конец цитаты. Поздравительные телеграммы и письма Касым Жумарту Токаеву также направили король Бельгии Филипп, президенты Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, Венгрии и Украины. Антонио Гуттериш, генеральный секретарь ООН, отмечает, что воодушевлен тем, что близкий к системе организации человек назначен на такой высокий пост. Цитирую. С нетерпением ожидаю начала тесного сотрудничества с вами, в том числе и в рамках деятельности регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который вы лично помогали создать, будучи министром иностранных дел. Надеюсь, что Казахстан сохранит свою роль активного сторонника целей устойчивого развития, в том числе ради процветания народов Казахстана и Центральной Азии. Говорится в поздравительном письме. Коллеги Касымжу Марта Токаева, работавшие с ним в ООН, поздравляют его со вступлением в должность президента Казахстана. Они отмечают, что он многое сделал для реализации многовекторной внешней политики, разработанной под руководством первого президента. Напомню, в марте 2011 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Гимун назначил Касымжу Марта Токаева своим заместителем, генеральным директором отделения ООН в Женеве. Я хотел бы поздравить Касымжу Марта Токаева с его назначением на столь высокую должность. Он хорошо известен не только в Казахстане, но и во всем мире, как очень опытный дипломат и государственный деятель. Он много сделал для реализации многовекторной внешней политики Казахстана, которая была разработана под руководством первого президента Елбасы Нурсултана Абешича Назарбаева. Мы Казахстан очень ценим за его многочисленные инициативы, за членство в Совете Безопасности, за многие активные действия на Генеральной Ассамблее ООН. Ну и воспользовавшись случаем, я, конечно, хотел бы поздравить всех казахстанцев с замечательным праздником Наврузом, который в эти дни, как вы знаете, празднуется во всем мире. Президент Казахстана Касым Жамар Токаев посетил футбольный матч со сборной России, который состоялся на стадионе Астана-Арена. Это его первое официальное посещение игры национальной сборной в статусе главы государства. К слову, завершилась встреча не в пользу наших футболистов. Казахстанцы уступили соперникам со счетом 4-0. Напомню, матч проводился в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020. В первом туре квалификационного раунда наша сборная одержала сокрушительную победу над Шотландией. Россия же на выезде проиграла Бельгии 1-3. Новое название главного города страны станет гарантом того, что Казахстан и дальше будет следовать тому политическому курсу, который определил первый президент Нурсултан Назарбаев. Это мнение представителей партии Нур-Отан. Идеологический смысл в том, что это преемственность, то есть тот курс, который принят, курс Ель-Басе, он будет продолжаться, этот курс, это улучшение благосостояния наших граждан. Это роль семьи, это вхождение нашей страны в тридцатку развитых стран мира. Это признание и уважение, дань уважения к тому вкладу президента в становлении нашего независимого Казахстана. Представители Духовного управления мусульман Казахстана также высказали свое мнение относительно переименования главного города страны. По словам первого заместителя председателя ДУМК Наиб Муфти Наур-Избая Отпенова, это решение очень своевременно. Это детище первого президента, его инициатива. Именно он инициировал перенос столицы. И то, что теперь этот город будет носить имя своего основателя, правильно. Когда человек делает или привносит что-то хорошее, важное, это нужно ценить и признавать. Главный город Казахстана должен носить имя своего основателя, так считают ветераны приорали. С именем первого президента, говорят Аксакалы, связано не только развитие Астаны, но и становление нашего независимого государства. За 30 лет лидерам нации вложено немало усилий и упорного труда для достижения поставленных целей. Поэтому историческое решение о переименовании столицы лишь небольшая дань уважения заслугам Нурсултана Назарбаева, считают ветераны. Присвоение городам имен государственных и политических лидеров имело место не только в мире. Но и у нас в стране. К примеру, их называли в честь академика Каныша Сатпаева, поэтов Джамбула Джабаева и Абая Кномбаева. Поэтому я считаю, что вполне справедливо будет переименовать город Астану в Нурсултан. Ветераны приорали единодушно поддерживают предложение президента. Костанайские производители за последний год увеличили экспорт продукции почти на 62%. Вырос из список потребителей отечественных товаров. Зерно, мука, макароны и кондитерские изделия поставляют по всему миру. Поддержка со стороны государства открыла новые рынки и возможности для развития. Полностью вся группа поддерживает переименование Астаны в названии Нурсултан. Во-первых, это наш первый президент, который вывел страну на очень большой уровень. Плюс заслуги не только перед Казахстаном, а перед всем миром. Мы видим то, что благодаря нашему Елбасы была организована ЕС. Это опять же для экономики нашего государства. То есть в памяти нашего государства должно быть имя, за которым мы должны были гордиться. То есть мы двумя руками за, вся команда, что Астана у нас будет носить гордое название Нурсултан. Безусловно, столица Казахстана, наша Астана, во всем мире ассоциируется как столица мира и межэтнического согласия. И все миротворческие инициативы регионального, глобального уровня исходили от имени. И при непосредственном участии главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Областная ассамблея народа Казахстана Кустанайской области считает, что предание нашей Астане имени Нурсултан усилит ее миротворческий акцент. Мы считаем, что предание очень важного, сакрального значения имени первого президента республики Казахстан это дань благодарности нашего народа, нашему Ельбасы. Экспедиция «Тропа великих предков» стартует этим летом в Восточно-Казахстанской области. В ней примут участие литературоведы, этнографы и исследователи. Специальная группа планирует побывать на родине великих предков, чтобы собрать как можно больше сведений о биях, батырах и акынов, оставивших глубокий след в истории Казахстана. Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции в Жарминском районе, которая прошла в рамках программы «Рухани Жангару». На встрече были затронуты темы о Нарнбайби, который во времена Таоке Хана славился своим ораторским искусством, а также о его сыне Куттыбай, который был одним из первых казахских послов в Китае. Это мировое феноменальное явление. Из одного только поколения вышли 17 акынов. Семь из поэтов часто упоминаются в произведениях Мухтара Ауэзова. Это знаменитые Ахтайлагби, труды Тубека и Сабырбая. Произведения остальных акынов пока еще не собраны полностью. Но надеемся, что во время предстоящей экспедиции нам удастся найти новые интересные факты и жизни великих предков и ранее неизвестные произведения. Науры с Ширако отметили в одном из самых больших павильонов ВДНХ. В Москве его празднуют уже больше 10 лет. За это время он превратился из локального в общегородской, стал важной платформой межкультурного диалога. На самой большой выставочной площадке России представители тюркских народов и не только собираются уже третий год подряд. Почти два десятка павильонов и столько же двуриков национальной кухни. Соревнования по различным видам борьбы. Столичный фестиваль плова, на который приготовили три тонны этого восточного блюда. Праздник прошел с настоящим размахом. Завершила его театрализованная шоу-программа с участием звезд эстрады и артистов из разных стран от Казахстана до Ирана. В столице проходит открытый чемпионат по национальному виду спорта Жек-Пи-Жек среди юношей. Он собрал порядка 80 участников из 8 городов страны. На ринге бойцы от 12 до 21 года. Они соревнуются в весовых категориях от 42 до 85 килограммов. По итогам турнира лучшие спортсмены будут угрожены медалями, званиями мастер спорта и, самое главное, путевками на Кубок Казахстана, который пройдет в октябре в этом году. По словам организаторов, этот вид спорта в Казахстане начали возрождать лет 10 назад и сегодня он становится одним из популярных. Эти соревнования проводятся в честь праздника на Урыс. Мы развиваем национальный вид спорта. Очень рады, что все больше и больше людей втягивается в этот вид спорта. Хотим, чтобы вся наша молодежь обладала именно этими навыками. Идем к этому. Мы очень рады, что собрало столько количества участников. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин